Хочется сделать провокационную выставку, делится мечтами художник Александр Иванов. И честно поговорить со зрителем о наготе. Причем не только тело, но и души. Кусок бинта такого, ну да, вот он такой, как бы ну не надо. Но что поделаешь, если женщина, допустим, оставшуюся жизнь с этой травмой проживет, правильно? То есть она красивая, но вот это вот, черкнули ее тут. В эстетике женских и мужских тел Александр Иванов зашифровывает душевные раны и образы. А какие они будут, становится понятно только после того, как фотограф пришлет свои работы. Тагильский мастер привлек к проекту Нагота творцов из Питера и Екатеринбурга. Фотограф присылает работу, а вы ее уже как-то дорабатываете? Интерпретируем, да. Но мы с человеком, то есть я его прошу, делая очень темные такие вот, основное прячь, вот это все, оставляя какие-то нюансы, чтобы человек мог додумать. То есть что вот это такое, допустим, да? То есть для меня эта работа называется провинция. То есть это женское, да? Женское тело, какой-то рельеф. И здесь какая-то цивилизация на ней живет. То есть, понимаете? Почему бы нет? То есть наши горы мне всегда напоминают вот это вот красивое женское тело. Переосмысленные доработанные снимки – только первая часть планируемой выставки Нагота. Кстати, специально для нее в Ермаковом городище построили 200-метровый павильон. Еще в экспозиции будут работы в стиле японского минимализма и в технике акриловой заливки, где в кружеве красок зритель сможет сам раскрыть вложенный творцом смысл. Это, допустим, вот, тоже тут какие-то, скажем, человеческие страсти, там тоже какие-то сомнения, заблуждения. Допустим, там какие-то ангельские игры, которые вовсе не ангельские. Хочется к Наготе добавить и скульптур, и инсталляции. Поэтому сейчас художник в поисках творцов, готовых вместе поработать над этим проектом. В планах показать зрителю получившиеся работы в павильоне Ермакова городища в июне.